В первом веке среди библейского междуречия, в основном это современный Иерарх. В этих землях благовестовали апостолы Петр, Варфоломий, Фадий и Фома. Прославили Господа многие мученики и исповедники. Верующие Оссидийской церкви живут в России с древних времен. Это подтверждают даже старинные русские летописи. Многие Оссидийцы состояли на службе в русской императорской армии. В их числе знатный оссидийский воевода Шмуилхан. Полный георгиевский кавалер верой и правдой, служивший России в годы Первой мировой войны. Его родной правду – нынешний предстоятель Оссидийской церкви Востока, святейший католикос-патриарх Марнава III. С 1998 года в Москве действует оссидийский храм Пресвятой Девы Марии Макмарьян. Его настоятель – полиепископ Протеилей Самамо Агишо. Является представителем Оссидийской церкви Востока в России. Духовно-музыкальное наследие Оссидийской церкви восходит к первым векам христианства. Оссидийский богослужебный язык – ближайший родственник арамейского, на котором говорил сам Господь наш Иисус Христос. Сейчас этот язык прозвучит прямо здесь, в белом зале Музея Тапан. Поэтому первыми участниками мы приглашаем хор храма Макмарьян, Оссидийской церкви Востока. Регет Марина Ульянова. Первое произведение называется «Маран Кишо. Господи наш Иисусе Христе», автор святой Ефрем Силен, 4 век. Если кратко перевести для понимания, Господи наш Иисусе Христе, Царь поклоняемый, победивший Твоими страстями, угнетающую нас в смерть. Спасибо. 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 Если краткий перевод, представая вам, одной строчкой, имеем надежду и упование на Христа Оживителя, изливающего милости и сквозьбезе сострадания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Прежде чем пригласить следующих участников, особо хочу отметить роль русской православной церкви, московского патриархата в взаимоотношениях с древними восточными православными церквями. Эта веха еще началась с митрополита Никодима Ротова, преснопамятного, который большой вплотнес в экуменические отношения между древнеправославными церквями. И, конечно же, эту линию продолжает святейший патриарх Кирилл и много совместных встреч, много совместных переговоров, мероприятий. И, в частности, большую роль в развитии межконфессионального сотрудничества играет руководство отделов внешних церковных связей московского патриархата и общецерковной аспиратуры и докторантуры имени святых, равноапостольных Кирилла и Мефония. В лице председателя Учебного комитета Русской Православной Церкви протеерии Максима Козлова и его сотрудников мы уже неоднократно проводили совместные мероприятия. И вот сегодня на нашем фестивале мы имеем возможность приветствовать порт патриаршего Черниговского подворья.